Праздник накануне праздника. Боевая техника, оркестры и полевые кухни. В преддверии Дня Победы по всему городу проходят патриотические мероприятия. Ремонт по программе. В областной столице приступили к ремонту дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году на приведение в порядок дорожного покрытия тротуаров и газонов на 14 объектах запланировано потратить 1,2 млрд рублей. Танцевали, как в 1945-м. Патриотическая акция «Майский вальс» прошла на площади перед оперным театром. Более 300 участников исполнили такой же танец и в том же месте, что их предшественники 79 лет назад. А теперь об этих и других темах. Военный оркестр, боевая ретро и современная техника и, конечно, полевая кухня. Так, утром 7 мая встречали новосибирцев на площадке перед ДК железнодорожников. Побывала там и наша съемочная группа. Праздник в преддверии Дня Победы уже по традиции у ДКЖ в Новосибирске организовали западно-сибирская железная дорога и Росгвардия. Сегодня здесь курсанты Новосибирского военного института, сотрудники вневедомственной охраны, сотрудники спецподразделения Росгвардии проводят акцию, принимают участие в акции «Георгиевская лента». А также представлена техника и вооружение Росгвардии. Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, разгрузочные системы, сил специального назначения Росгвардии вызвали неподдельный интерес и у взрослых, и у подростков. Бойцы спецназа могли поведать не только тактико-технические характеристики автоматов и пулеметов, но и рассказать об опыте их применения. Самое популярное, это всегда незабываемая классика, это автомат Калашипа. Индивидуальное вооружение. В данном случае вам представлено АК-200, это, грубо говоря, доработка обычного АК-74М. То есть у него уже штатный комплект обвеса, это складной приклад, планка Пикатинни. Здесь же можно было продемонстрировать свое умение в разборке-сборке автомата Калашникова. Само как-то в школе научили. В школе? Да. Сложно? Нет. А как считаешь, может пригодиться в жизни? Всегда пригодится в жизни. Автотехника больше интересовала парней. Машины, построенные на базе Уралов и Камазов, поражали толщиной брони и утилитарностью кабины салонов. Ну, интересно посмотреть, посидеть. Я полностью солидарен с своими мнениями. Классное ощущение, когда трогаешься своими руками. Это прямо передает какую-то отдельную атмосферу. Атмосферу и правильное настроение добавляла акция «Георгиевская лента». Символ победы и памяти раздавали курсанты НВИ. Они же и рассказывали, как можно прикрепить ленту на одежду. Выдаем памятку. Здесь есть три способа закрепления ленты. Выбирайте один из способов. Формат акции «Бессмертный полк» в этом году поменялся. Фотографии своих родственников, ветеранов войны, теперь можно было выставить в интернете или, как сделали эти сотрудники вне ведомственной охраны, прикрепить на машину. Называется это «Бессмертный автополк». Это мой прадедушка Русанов Яков Иванович. Родился 14 января 1913 года в селе Иланка у Старского района Новосибирской области. Учился в церковно-приходской школе, окончил 4 класса. В семье было 8 братьев и сестер. В 1040 году был призван на финкскую войну. И таких машин с портретами ветеранов в Новосибирске будет немало. Акции в преддверии основных мероприятий, которые состоятся 9 мая, продолжаются. Красное знамя победы установили на купол Новосибирского оперного театра 7 мая. По многолетней традиции легендарный стяг поднимают в преддверии 9 мая. В пресс-службе театра пояснили, это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии. Знамя, которое было установлено на здании рейстага в Берлине 1 мая 1945 года. Наш театр тоже в своем роде символ Великой Победы. Он впервые принял зрителей 12 мая 1945 года. В Держинском районе Новосибирска начали ремонтировать проезжую часть и тротуары на улице авиастроителей. Восстановление автомобильной дороги общего пользования проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». О сроках и объемах предстоящих работ далее в нашем репортаже. Протяженность участка улицы авиастроителей, на которой дорожники уже приступили к ремонту, 900 метров. Стоимость проекта 70 миллионов рублей. На данный момент здесь выполнено фрезерование 100%, демонтаж садового поребрика где-то порядка 60% и установки где-то порядка 35%. Согласовываем на данный момент составы на асфальтобетонную смесь и выходим на укладку нижнего слоя. Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в которые входит и улица авиастроителей, в Новосибирске отремонтируют 14 объектов. Улица авиастроителей выбрана потому, чтобы обеспечить связь между улицей Трикотажной, которая была отремонтирована в прошлом году, и проспект Дзержинского был отремонтирован в прошлом году до улицы Трикотажной. Также комплексно в прошлом году была отремонтирована улица Учительская. И вот этот участок остался. Ко всем 14 участкам применяется комплексный подход. Это значит, что восстановят покрытие не только проезжих частей и пешеходных тротуаров, но и приведут в должное состояние. Газоны при необходимости заменят бордюрные камни, сделают дорожную разметку и установят недостающие знаки. Все это будет стоить 1 миллиард 200 миллионов рублей федеральных денег. Подрядчики у нас определены на все объектов, на все 14 объектов. Здесь у нас организация устрой-сити выполняет работы. По контракту у нас начало работ с 1 апреля и завершение работы 30 августа. Это относится и к текущему объекту ремонта, и ко всем остальным объектам. Ко всем объектам также относится и строительный контроль. Специалисты будут следить за соблюдением технологических процессов и за качеством выполнения работ на разных этапах ремонта. Это должно снизить количество гарантийных ремонтов, которые негативно влияют на пропускную способность автодорог Новосибирска. Депутаты Горсовета Новосибирска организуют праздники на своих территориях. Мы побывали в Кировском районе, в новогоднем сквере, где для жителей устроили не только концерт, но и различные развлекательные программы. Нам всегда в вашем сквере везет, потому что над вашим сквером всегда светит теплое сибирское солнце и дуют только счастливые, иногда теплые, иногда холодные ветра друзья. Сквер Новогодний в этот предпраздничный майский день и вправду выдался солнечным. Так что творческим коллективам было вполне комфортно выступать, а жителям Кировского района Новосибирска наслаждаться музыкальными, героико-патриотическими произведениями. Много в этот день в сквере оказалось различных детских площадок, на которых аниматоры и другие специалисты легко и просто создавали хорошее настроение. Но все атрибуты и антураж праздника говорили о приближении 79-й годовщины Великой Победы. Это один из самых любимых в нашей стране праздников, когда у нас есть возможность сказать ветеранам, таким уважением мы к их подвигу относимся, пригласить сюда молодежь, мамочек, пожилых людей, устроить им такой замечательный праздник. Вот каждый год мы это делаем. Здесь же поели вкусным травяным чаем, кормили кашей с мясом и раздавали георгиевские ленты. Ну а самая главная задача, чтобы мы всегда подчеркивали, что этот праздник для нас он святой, он очень значимый. И я думаю, что традицию мы в следующие годы также продолжим. Также будем приходить, приглашать и организовать так, чтобы всем было очень интересно. Было интересно и в этот раз. Только здесь была замечена интересная деталь. На разборку организаторы предоставили не только традиционный автомат Калашникова, но и легендарный ППШ. А ведь пистолет-пулемет Шпагина наряду с танком Т-34, гвардейским минометом «Катюша» и штурмовиком Ил-2 – один из символов победы с советского оружия и народа всей страны в Великой Отечественной войне. 9 мая метро будет работать дольше. В День Победы Новосибирская подземка изменит график движения поездов. Работа метрополитена будет продлена до часа ночи. На площади Ленина до этого времени будут открыты оба входа, на остальных станциях – по одному. Напомним, что в День Победы для парада и эстафеты перекроют практически весь центр города. Вальс из салонов светского общества очень быстро переместился на улицу. В прошлом столетии, особенно в 30-е и 50-е годы, его умели танцевать все. Поэтому на всех городских праздниках вальс звучал всегда. Танцевали его и на День Победы в 1945 году. Эту традицию вот уже третий год подряд продолжает современная молодежь. О том, как прошла акция «Майский вальс», расскажем в нашем сюжете. На главной площади Новосибирска уже завершается оформление к празднованию Великой Победы. Но памятные праздничные мероприятия уже проходят на различных общественных пространствах. 7 мая на площади около оперного театра в третий раз прошла акция «Майский вальс». 150 пар студентов из различных вузов Новосибирска организовали этот танцевальный флешмоб, чтобы почтить память всех участников войны. Эта инициатива принадлежит Новосибирскому государственному техническому университету, студентам, преподавателям, руководству. Они организовали эту акцию, они организовали участие в ней всех вузов и не только вузов Новосибирской области. Мы, естественно, как правительство Новосибирской области поддержали эту акцию, потому что считаем ее очень важной. По сценическому действию флешмоб воспроизвел события на театральной площади в майские дни 45-го года. Горожане пришли на театральную площадь, чтобы отпраздновать День Победы и открытие театра оперы и балета, которое состоялось 12 мая. В акции приняло участие более 300 из 9 вузов и 4 колледжей Новосибирска. Для всех из них это стало делом чести. От танца можно получить много положительных эмоций и почтить память. Берет гордость. Не был бы наш мир таким, я не знаю, ярким, спокойным в то время. Не бы не было бы чистым. Спасибо всем тем, кто одержал победу. Правда, берет гордость и уважение за народ, который жил и родился в нашем государстве. Великая Отечественная с каждым годом отдаляется от нас. И для молодого поколения чувство утраты, боли и героизма порой становится чем-то далеким. Поэтому, как считают организаторы, такие акции для молодежи просто необходимы. Эта акция, она демонстрирует то, что поколение разных людей, а вы видите здесь огромное количество молодых ребят, они и являются сущностью одного народа как таковые. Они преемники, они наследники Великой Победы. И они должны испытывать гордость за тех своих прадедов, прабабушек, дедушек, бабушек, которые эту победу добыли. В сложнейшей борьбе, в сложнейшей войне, с огромными потерями, 27 миллионов с лишним человек. Всего один танец и одна мелодия прозвучала 7 мая на Театральной площади. Но это только начало всех праздничных событий. И, возможно, многие из участников акции «Майский вальс» еще раз посмотрят фильм о войне, заглянут в архивные документы и задумаются о роли своего народа в истории Отечества и мира. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости на сайте www.nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя.